Это Россия 24 и сейчас в Узбекистан. Лидер республики Шавкат Мерзиёев сегодня в преддверии праздников выступил с посланием парламенту, подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на год будущий. Сейчас из Ташкента к нам присоединяется шеф Центрально-Азиатского бюро ВГТРК Роберт Францев. Роберт, приветствую. Какие самые важные, на ваш взгляд, заявления прозвучали? АПЛОДИСМЕНТЫ А скорее такая двусторонняя беседа, в ходе которой присутствующие в зале, многие из них называются поименно, даются оценки году уходящему, отслучиваются планы и задачи на год грядущий. Ну и, конечно, в характерной бескомпромиссной манере Шавкат Мерзиёев ценивает работу парламентариев и членов правительства, которые также участвуют в подобном мероприятии. Если же говорить о содержании такого выступления, то нужно отметить, что второй год подряд основной лейтмотив выступления узбекского президента – это широкомасштабные реформы. Реформы, действительно, размах которых впечатляет, реформы, которые проходят в Узбекистане уже не первый год. И по-прежнему основным трендом всех этих многочисленных нововведений является установление максимальной прозрачности в обществе, прозрачности в том, что касается диалога власти и народа. И здесь можно привести огромное количество различных мер, которые принимаются руководством Узбекистана для преодоления бюрократических барьеров, для стимулирования гражданского и парламентского контроля. В частности, сегодня Шавкат Мерзиёев выступил с инициативой, чтобы ежеквартально члены правительства отчитывались о своей работе перед парламентариями. Ну и также нужно сказать, что еще один очень важный тренд во всех реформах, которые так активно разворачиваются в Узбекистане, это, конечно же, либерализация экономики. Здесь также целый пакет нововведений, которые направлены, с одной стороны, на то, чтобы облегчить жизнь предпринимателей в Узбекистане. Это с одной стороны. А с другой стороны, все эти реформы направлены на то, чтобы привлечь в страну как можно больше инвестиций. И здесь уже пересекается этот вопрос с другим очень важным моментом, а именно с международными отношениями, которые также развиваются очень последовательно и поступательно. И Шахат Мерзиёев ответил, что приоритетом являются и отношения с Россией. И здесь как раз на стыке вопросов по инвестициям и развитию как раз двусторонних контактов, нужно сказать, что мощнейшим импульсом в развитии отношений между Россией и Узбекистаном стал визит Владимира Путина в Узбекистан в осенью этого года. И в ходе сразу двух форумов, которые были приурочены к этому государственному визиту, между Россией и Узбекистаном было подписано около 800 документов. И сумма инвестиций оценивается в объем порядка 27 миллиардов долларов. Но и сегодня Шахат Мерзиёев заверил, что те меры, которые как раз и позволяют так эффективно привлекать инвестиции, в том числе и российские в Узбекистан, все эти меры будут продолжены и в следующем году. И здесь нужно сказать, что в Узбекистане есть такая традиция давать как бы такое тезисное название каждому году, которое олицетворяет собой основной приоритет в политике государства. Так вот, следующий год получил название как раз года инвестиций и социальной политики. И если о первом пункте я уже сказал, то и по второй составляющей этого названия также активная работа ведется между Москвой и Кашкентом. И здесь нужно вспомнить те соглашения, которые, например, достигнуты между российскими и узбекскими вузами. Соглашение об открытии в Узбекистане филиалов ведущих российских учебных заведений. Все эти, как я уже сказал, тренды в реформаторской деятельности и в том, что касается, в частности, и России, все это будет в Узбекистане продолжено. Об этом сегодня Шавкат Мерзиёев как раз и заявил в своем послании к парламентариям и членам правительства. Спасибо. На прямой связи из Ташкента был шеф Центрального азиатского бюро ВГТРК Роберт Францев.